Глава вторая. Не лукавила Алевтина Павловна, совсем не лукавила, когда вещала детям о том, что никаких оврагов тут нет. Известное дело, овраг – самый настоящий враг, способный уничтожить любое поле. Естественно, давным-давно известны агротехникам приемы, позволяющие бороться с возникновением оврагов. Но в этой местности и впрямь об оврагах отродясь не слыхивали. До одного, весьма странного, невероятного и, как потом оказалось, рокового случая. Но на самом деле бабушка Аля оставалась в состоянии тревоги. Неужели все же кто-то сболтнул детям то, что им совсем не полагалось знать? Ведь был же уговор еще тогда, в те незапамятные времена, когда она сама была еще маленькой девчонкой семи лет отроду. Был уговор, она хорошо это помнит. Тогда маленькая Аля мало что поняла из происходящего, но бабушка строго-настрого наказала ей. Главное – запомни все. Все, что увидала, все, что услыхала, хорошенько запомни. Поймешь потом, когда вырастешь. А пока запомни. И ни за какие ковришки не забывай, чтоб впредь неповадно было никому более попасть в такой переплет. Аля нутром чувствовала тревогу и какую-то безысходность в голосе всегда суровой и сдержанной бабушки. Никогда раньше не видала она ее такой. В деревне бабушку Капу побаивались все. Уж больно резка бывала она в своих суждениях. Доставалась от нее по полной программе любому, кто вдруг решил себя вести неподобающим образом, как выражалась сама бабушка. Она так и говорила провинившемуся. Ты поначалу научись держать себя, как положено, а после голос подавай. А коли дурноголовый, так тут уж никто не поможет. И со вздохом уходила прочь, оставляя собеседника, покрываться красными пятнами. — Я, Алевтина, многое повидала на своем веку, — говорила бабушка, слушающий с придыханием внучки. — Пожить успела и при царе, и при временном, и вот при большевиках тоже. Деда твоего с войны так и не дождалась. Остался лежать он где-то в сырой земле, мне и неведомо где. Так-то вот и голод, и холод пережила. А вот то, что эти дурноголовые наделали, не смогла остановить. Кабы знать, так, мож, и отоварила б их дурней, так, чтоб неповадно было. Так они, видать, понимали это, вот и скрывали, как могли. А как узнала, так уж поздно было что-то править. Теперь уж что случилось, то и случилось. А ты помни, Алька, помни все, что говорю. Запах войны чую я, Алька, не скоро, мож, я и не доживу, но чую. Ни с чем запах этот не спутаю. То, что эти дурни совершили, голод, мож, поможет пережить, а мож и не поможет. Но лучше уж поголодать малость, чем на такое идти. Помни, Алька. Алька запомнила. И теперь Алевтина Павловна не находила себе места. Как? Ну как же узнать, кто сболтнул, кто взбаламутил детишек? Неужто не понимал тот, кто сболтнул лишнего, что им, ребятам, только намек дай? Они тут же сорвутся искать приключений, только найдут такое. Спала Алевтина плохо, то и дело просыпаясь, подходя к окошку и снова укладываясь. Такой прерывистый сон был для женщины в новинку. Обычно Алевтина, как следует наработавшись в саду-огороде, спала крепким здоровым сном. Только не сейчас. Наконец, устав ворочаться и отлежав все бока, она, кряхтя поднялась с кровати, накинула на плечи огромную легкую шаль и вышла на крыльцо. Ночь в деревне тихая, мирная, ни звука не слыхать, разве что стрекотание сверчков, да иногда чуть слышны шорох в траве неподалеку. Ежи шастают, кто ж еще? Собаки у Алевтины не было, а то бы сейчас шуму подняла, возмущаясь присутствию колючих чужаков на своей территории. А надо бы пса завести, подумала вдруг женщина. Чего это я? Араб давно помер. Я уж лет пять-шесть без собаки. Завтра же зайду к Михеевым. Они щенков от своей дамки раздают. Хорошая собака у них, большая. Решено. Завтра же беру щенка. Да и Илюшке с Леночкой радость будет. Так размышляла Алевтина, глядя на звезды. Небо уже много дней подряд совершенно безоблачное, и по ночам звездами так густо усыпано, что начинает рябить в глазах, если засмотреться. Женщина встала, прошлась немного по саду, но сон все не шел, и она медленно направилась к калитке. Нет, выходить на улицу она не собиралась. Зачем? Просто постоит, посмотрит на улицу сквозь штакетины. Все какое-то развлечение, а там уж и сон сморит наверняка. Улица была безлюдна. Все давным-давно спят. Сережа с Наташей вернулись в первом часу и сразу ушли к себе. Сейчас уже время медленно и верно подбирается к трем. Того и гляди, первые петухи скоро голос подадут. Алевтина устремила взор в сторону дома напротив, туда, где обитало Галкино семейство. За забором раскинулся ухоженный сад, в который Галка вкладывала столько сил и всю душу. — Хорошая она баба, Галка, — с теплотой подумала Алевтина. — Повезло Мишке с женой. И детки у них такие воспитанные, почтительные да трудяжечки. Молодцы. Жаль только, что Клавдия так и не смогла принять к сердцу невестку. Ну, хоть не ругаются, и то ладно. Клавдия, мать Михаила, действительно, по какой-то одной ей ведомой причине, а скорее благодаря необъяснимому упрямству, так и не смогла принять жену сына. Поначалу шпыняла, где только могла, да так, что собственный муж укорял ее за это. Но женщина никак не могла сладить с собой. Ну, не нравилась ей Галина, хоть тресни. Надо отдать ей должное. Все же Клавдия умудрилась, приложив неимоверные усилия, взять себя в руки и прекратить нападки. Да и Галка тут показала себя самой, что ни на есть лучшей стороны, ни разу не пойдя на открытый конфликт с матерью мужа. Ни разу не вступив с ней в перепалку, хоть и понимала, что та ей не рада. Мужа не вмешивала, зла не держала. Все с шуткой, с прибауткой. В итоге мудрость и терпение взяли верх. И после рождения второго сына в доме установилось что-то похожее на мир, хоть и весьма хрупкий. Клавдия души не чаяла во внуках, просто млела и таяла от них. И Галина была ей несказанно благодарна за помощь, которую всегда имела без просьб. Пока невестка шустро управлялась со всеми домашними делами, свекровь взяла заботу о внуках полностью на свои плечи. А уж после рождения третьего, славки, Галка поняла, что ее свекровь совсем даже неплоха. А что до нее самой, так не обязана она любить невестку, не дочь все-таки. Не ругается, не нападает, сплетен не разносит по деревне, с сыном своим не ссорит, вот и ладно. Галка этому рада. А уж как с детьми помогает, так тут кроме благодарности Галина ничего и не могла испытывать. Когда в соседней деревне ушли из жизни один за другим родители свекра и остался их очень добротный дом, было принято решение переехать. Свекры к тому времени оба уже были пенсионерами, в родном поселке работа их не держала, поэтому все решилось очень легко. Галке даже взгрустнулась тогда, когда, как ей показалось, в доме стало пусто, и ушла частичка чего-то очень нужного и важного, наверное, частичка души самого дома, который был с любовью построен когда-то свекром и обустроен свекровью. Чу, какое-то движение у них во дворе. А Левтина прищурила глаза, пытаясь рассмотреть, что происходит на участке у соседей. Вроде бы кустарник зашевелился. Кто-то в малиннике бродит, что ли? Точно. Бон как ветки колышутся. Чего это они ночью по малиннику шастают? Смысл? Ягод все равно не видать. А Левтина приподнялась на цыпочки, чтобы глянуть поверх забора. Движение внезапно прекратилось. Ни единого звука, ни шороха, ничего. — Оказалось, — прошептала женщина, зевнув. — Наконец-то! Долгожданный сон, кажется, приступил к своим обязанностям, и Алифтина медленно пошла в сторону крыльца. Она вошла в дом и уже не видела, как из малинника на участке соседей вышла темная фигура и метнулась к выходу. — Илья! Илюха! Ленка! Где вы там? — послышался пацанячий голос из-за забора. — Фью! — резкий звонкий свист сменил зов мальчишки. Выглянув в окно кухни, Алифтина строго осадила мальчишку. — Чего орешь? Сейчас выйдут. И не свисти тут, понятно? — Да, баба Аля, не буду больше, — ответил Колька, а это был именно он. Илья и Лена, покончив с завтраком, помогали по хозяйству. Лена с матерью мыла посуду и убирала со стола, а Илья отправился поливать огород. Любил он это дело. Покончив с обязанностями, брат с сестрой нетерпеливо топтались на месте, пока, наконец, это не заметила Наталья. — Бегите уж, а то топочите, словно жеребята! — засмеялась она. — Ага, мы погнали! И дети пулей вылетели за калитку, где в конце улицы уже собиралась ватага таких же сорванцов. — Ребята, айда на реку! — предложил кто-то. — Ага, давайте! Точно, погнали! Бежим! Со всех сторон раздались радостные вопли согласия, и вся орава с гиканьем понеслась на перегонки через луг, наслаждаясь тем, как хлещет высокая трава по голым ногам. Вдоволь наплескавшись, дети расположились на берегу пообсохнуть на солнышке и поболтать на очень важные темы, накопившиеся со вчерашнего дня. — А что это за баба там была во враге, как думаете? — завел разговор неугомонный Колька. — Да леший ее знает! — откликнулся кто-то из мальчишек. Я пытался осторожно маманю расспросить, так она отмахнулась, сказала, чтобы с выдумками шел за калитку, а дома у нее дела без моих росказней полно. — Ага, я тоже спросила аккуратненько, так бабка меня полотенцем огрела и сказала, чтобы сочинять ерунду бросил, — признался еще один из компании. — А я про бабу ничего не сказала, — произнесла Марина. — Я хитрее сделала, спросила, что это за овраг посреди дальнего поля и давно ли он там. — И что? — дети приподнялись на локтях и уставились на Марину заинтересованными глазами. — А ничего, — пожала плечами девочка. Батя разозлился, что шастаем так далеко, и пригрозил за уши оттаскать, коли узнает, что еще туда бегало, и еще грозит с родителем всех остальных рассказать, если еще туда пойдем. Ну, это он пусть грозит, не узнает больше. А вот бабушка за сердце схватилась и ушла в кухню. Я после заглянула, а там валерьянкой пахло. — Хм, и чего это они? — удивился Илья. — А ты заметил, как баба Аля вчера встревожилась? — спросила его Лена. — Так все заметили, — резонно ответил Петька, средний из сыновей Галины. — Я лично думаю, что все они от нас что-то скрывают, — выпалила Марина. — Кто они? — наивно спросил маленький Славка. — Малой, не встревай, — сделал замечание Петя. — Взрослые, вот кто, — ответила Марина. Повисло молчание. Казалось, дети, каждый по-своему, обдумывают выводы, сделанные Мариной. Похоже, девочка оказалась права. От них что-то скрывают. Нет, ну правда же, никто, ну вообще никто, никоим образом не попытался хотя бы что-то выспросить. Разве такое бывает? Ведь раньше, вот как, стоило хоть что-то сказать, так уже сыпались вопросы. Что да как? Зачем и почему? Даже по самой невинной теме. А тут вдруг, как сговорились. Никто не расспрашивает ничего. Зато хворостиной или полотенцем замахнуться, или пригрозить чем, так это, пожалуйста, как здрасте. Ничто так не манит, как неизведанное. И ничто так не объединяет, как общая тайна. Особенно, когда объединены этой тайной дети. Многие ошибочно считают, что дети не умеют хранить тайны. Ох, какая это ошибка! Умеют, очень умеют. И даже не надо просить их никому не рассказывать, или заставлять их давать страшные клятвы на крови. Все произойдет само собой, и дети сплотятся против старшего поколения, ревностно храня святое тайну. — Маринка права, — нарушил всеобщее молчание Коля. — Скрывают. — И что будем делать? — спросила Марина. — А что мы можем сделать? — удивилась Лена. — У взрослых все равно ничего не выпытать. — Сами узнаем, — вдруг заявил Колька. — Как? — заинтересованно спросил Петя. Коля взглянул на маленького Славика и осекся. Снова повисло молчание. Славик хоть и маленький, но отнюдь не глупый. Всюду бегая за старшими братьями, он быстро впитал законы детского коллектива и свято им следовал. Ни разу Славик не был замечен в стукачестве, ни разу не наябедничал, даже если получал щелчки от старших. Вот и сейчас он быстро понял, почему вдруг замолчали ребята. — Я никому не скажу, честно, — произнес он, глядя прямо в глаза старшему брату. — Но гляди, — предупредил Колька. — Не грози, не боюсь, я неябеда. — Ладно, — миролюбиво ответил старший брат. — Знаю, что неябеда. Ты молодец. — Только раз уж обещал, то держи язык за зубами. Понял? — Понял, — кивнул Славик. — Так, братва, а ну-ка давайте ближе, — приказал Колька. Так и сформировалось сообщество заговорщиков. Ребятня сбилась в кучу, опустив головы в центр и внимательно слушала таинственный шепот Кольки. Изредка над кучей мала поднималась чья-то головенка и, нахмурившись, окидывала взглядом окрестности, после чего снова погружалась в общую массу. — Надо же контролировать ситуацию на случай приближения врага. Пошушуковшись вдоволь, ребята снова рассыпались. — Значит, решено, — подвел итоги Колька. — С меня, с тебя и с тебя, Илюха, веревки. — Да покрепче. — Фонари, чтобы все захватили. — Славка, ты от Петьки не на шаг. Ясно? — Что-то наши сегодня спать чуть не с курами пошли, — смеялась Наташа, сидя на крыльце со свекровью. — Набегались, — улыбнулась Алевтина. — Вдобавок на реку мотались, сами рассказывали. Вот им тут раздолье. — Вот то-то же, — кивнула свекровь. — А вы с Сережкой заладили в город, в город. — Да ты что, мама, мы уже не уговариваем. Поняли все? — Хорошо, Коли, поняли, — кивнула Алевтина. — Сергей-то где? — К Мише зачем-то пошел. — Думаю, не скоро вернется, — снова засмеялась Наташа. — Да пусть посидят, а то скоро у него отпуск закончится. — Да пусть, конечно, а ты что ж? — А что я? — Так пошла бы тоже с Галиной языками почесать. — Нет, мам, у Галки стирка сегодня. Весь двор бельем завесила. Замаялась она. — В другой раз поболтаем. Сергей в воскресенье в город возвращается. Надо будет все постельное перестирать. Детям-то я почти каждый день подстирываю. То в глине, то в траве вымажутся, то ягодами испачкаются. — Ну да, на них прямо горит все. — Раздолье. — Они прям дни считали до поездки к тебе. Как из лагеря вернулись, дома всего неделю пробыли и то считали. — А уж как я считала, — тепло улыбнулась Алифтина, — так по ним скучаю. В это самое время Илья и Лена сидели в темноте у окна и прислушивались. — Сидят? — спросил Илья шепотом. — Сидят? — вздохнула Лена. — И чего им сидеть? Шли бы уже спать! — проворчал брат. — Придется потерпеть. Решили же, что после часа выходим, а сейчас только девять. Может, поспим по очереди? — предложила сестра. — Нет, я не усну, — замотал головой Илья. — Я тоже, — вздохнула Лена. — А папка куда пошел? — К дяде Миши. — О, ну это надолго. — Да нет, — возразил Илья. — Тетя Галя сегодня стирала целый день. У них весь двор бельем завешан. Вот увидишь, она их наладит со двора. Оба замолчали, продолжая сидеть возле окна, но стараясь не высовываться, а то, мало ли, вдруг заметят, кто из старших. Илья оказался прав. Спустя минут двадцать скрипнула калитка, и на дорожке, ведущей к дому, показался отец. Значит, сегодня не стали засиживаться. Есть надежда, что угомонятся до нужного ребятам времени. Лена поначалу боялась уснуть, но потом успокоилась, почувствовав, что сон сбежал и не собирается сегодня возвращаться. На удивление, утром ни Илью, ни Лену не было слышно. А Левтина Павловна поднялась, как обычно, ни свет, ни заря, умылась колодезной водой, незыблемо соблюдая этот ритуал, покормила кур, полила огород. Сын с невесткой еще спали, и женщина, стараясь не шуметь, закрылась в кухне, решив замесить тесто на пирожки. Уж больно хотелось внуков лишний раз побаловать. Наташа, конечно, готовит отменно. Да откуда у нее время при работе в школе еще и пироги печь? Печет, конечно, да нечасто. А бабушка как раз и предназначена для того, чтобы баловать внуков. А Левтина оставила тесто подходить, когда дверь открылась, и в кухню вошла только что проснувшаяся невестка. — Доброе утро! — поздоровалась она. — Мам, ну что ты опять сама? Разбудила бы меня! — Зачем, Наташа? — удивилась свекровь. — Мало что ли делаешь? Отсыпайся на здоровье. При твоей работе с охламонами, да еще и когда дома своих двое, небось, нечасто поспать удается. — Нечасто! — засмеялась Наталья. — Даже в выходной Ленка с Ильей вечно вскакивают в шесть утра. Сегодня вот на удивление дрыхнут без задних ног. Сейчас заглянула — сопят в обе дырочки и не думают вставать. — Набегались! — тепло улыбнулась Левтина. — Пусть себе сопят. — Ох, мама, не поверишь, я сама тут так отдыхаю, что на курорте так не отдыхала. — Еще бы! — усмехнулась свекровь. — Вы ж на курорт ездите как? — Правильно, с детками. А там все чужое, незнакомое, отпустить их от себя никак нельзя. Вот и получается, что весь ваш отдых все время следить за ними. — Понимаю, в море все равно накупаетесь, но здесь ты отпускаешь их бегать с другой ребятней и знаешь, что ничего с ними не случится. Все свои, все тут родное, знакомое. Потому ты и отдыхаешь лучше, чем на курортах. Наташа быстро умылась, заварила чай, достала из холодильника творог и быстренько нажарила сырников. Пирожки пока еще поспеют, а Сережка и дети могут в любой момент проснуться. Она налила чай себе и свекрови, и обе уселись за стол у открытого окна. — Ой, гляди, подружка твоя бежит! — указала Левтина. И правда, послышался скрип калитки, и Наташа увидала в окно бегущую по дорожке Галку. Именно бегущую. На удивление, женщина была растрепанная, словно не причесалась, проснувшись. Странно. Галина никогда такого себе не позволяла. Заподозрив неладное, Наталья со свекровью выскочили навстречу. Увидев их, Галка остановилась, словно переводя дух. Выглядела она не лучшим образом. На лице следы слез, губы дрожат, сама дышит прерывисто. — Господи, Галина, что стряслось? — спросила встревоженная Левтина. — Ваши малые где? — выпалила Галка. — Спят еще, — ответила Наталья. — Долго что-то сегодня. А что такое? — Колька мой, значит, не забегал? — расстроенно сказала Галя. — Нет, не было его тут. — Да что случилось? — Наталья сама начинала нервничать. — Колька пропал, — схлипнула Галя. — Мои тоже сегодня что-то долго заспались. Пошла будить. Петька и Славка на месте, а Колькина постель пустая. Одеяло откинуто, а его нет. Думала, по нужде побежал. Так нет, весь двор обыскала. Мишка по деревне побежал, а я к вам. Где же Коля? Глава третья Несколькими часами ранее. — Ну что, все собрались? — прошептал Колька. — Андрей не смог выбраться. Маманя его засекла, как он в окно вылазил. За уши оттаскала, да и в доме закрыла. И Витька не вышел. Я ему землю в окошко кидал-кидал. Уснул, наверное, — отчитался один из мальчишек. — Ну и шут с ними, — решительно заявил Колька. — Им же хуже. — Ну что, пока так идем. Как за деревню выберемся, так всем фонари зажечь. Айда за мной. Передвигались по деревне заговорщики осторожно, крадучись короткими перебежками между деревьями и кустами, чтобы, не дай бог, не быть замеченными. А то пиши пропало. Во-первых, влетит. Во-вторых, всех по домам запрут надолго. А оно им надо? Страха не было ни на грамм. Сколько раз уже убегали вот так по ночам на реку, чтобы посидеть на берегу, разжечь костерок, да запечь в нем картошки, а потом рассказывать друг дружке страшные истории, преподнося их так, будто слыхали от кого-то из старших, и все-все происходило на самом деле. Ну, или совершить набег на чей-нибудь сад, нарвав там яблок или слив. В своем саду растет ровно то же самое, но ведь всем известно, что из чужого сада вкуснее, а заодно чувствуешь себя вовлеченным в ночное приключение. Путь на то самое поле был неблизким, а ночью передвигались медленнее, поэтому добрались лишь через час. Остановившись у кромки, все посмотрели на Колю. — Так, братва, теперь очень тихо идем, стараемся не шуметь. Я первый, остальные за мной, — скомандовал предводитель. — Да как же не шуметь, — удивилась Марина. — Такая толпа идет сквозь траву, шелест, шорох обязательно будет, да и фонари. — Пускай, я говорю, чтоб молчали, рты закрыли и идем, — пояснил Колька, делая первый шаг по полю. Марина хмыкнула, понимая, что Колька явно старается набить себе цену, его так и распирает отважности. Девочке такое поведение казалось смешным, но возражать она не стала. Мальчишки всегда такие странные и забавные, так стремятся выпятиться вперед, ну и пусть. Зато они, девочки, как правило, оказываются осторожнее и умнее. Но говорить об этом вслух Марина не считала нужным. Зачем? Она все время слышит от бабули, что женщина должна быть мудрее. Вот Марина и будет мудрее Кольки. Пока вся компания бездумно следовала за вожаком, девочка периодически аккуратно шарила фонариком по сторонам. А вдруг там что откроется? Она замыкала шествие, постепенно отвлекая к себе Ленку, которая тоже была на стороже. Дошли уже до середины поля. По ощущениям Марины, уже совсем скоро они набредут на тот самый овраг. Марина, услыхала девочка, шепот идущий рядом Лены, Колька и правда спуститься хочет. — Ну да, а чего еще сюда идти? — Мне что-то страшно, — призналась Лена. — Ночью всегда немного страшно, — успокоила ее Марина. — Нет, — мотнула головой подруга. — Я не боюсь темноты. Просто ты ничего не чувствуешь? — Нет, — удивилась Марина. — А что я должна чувствовать? — Остановись на секунду, — предложила Лена. Девочки замерли на месте. Лена поднесла палец к губам, призывая к молчанию. Марина послушно замолчала и стала прислушиваться. Впереди раздавались шорохи продвигающихся по полю ребят и больше ни единого постороннего звука. Что встревожило Лену, девочка не поняла. — И что? — спросила она с досадой. — Везде тишина, — объяснила Лена. — Ну да, понятное дело, ночь, нет никого, — с досадой ответила Марина. — Ты не поняла. Тишина другая. Марина озадаченно замолчала и снова напрягла слух и зрение. Постепенно к ней начал подступать неприятный липкий страх. Лена права. Тишина ненормальная. Другая, как она выразилась. Звуки слышны лишь впереди, куда уходят их друзья. Слева и справа ни звука, ни шороха, ни даже малейшего движения воздуха. Словно все умерло. — Вакуум. Она прочла когда-то давно это слово в книжке, и папа растолковал ей его значение. И вот сейчас у нее сложилось ощущение, словно их с Леной поместили в вакуум. Тишина до глухоты. Даже звук голоса будто вязнет в воздухе. — Мне не нравится здесь, — прошептала Лена. — Теперь и мне тоже, — согласилась Марина. — Надо догнать всех. Мне тут страшно. — Идем, — кивнула Марина. Девочки взялись за руки и быстрым шагом отправились следом за остальными, ориентируясь на удалявшиеся огоньки их фонариков. Сейчас эти огоньки остановились. Похоже, что мальчишки наткнулись на овраг. Девочки ускорили шаг, когда Лена вдруг сильно стиснула руку Марины и молча сделала знак остановиться. Подруга подчинилась, и Лена также молча указала куда-то вправо. Глаза давным-давно привыкли к темноте. Не настолько, конечно, чтобы видеть все как днем. Человек все-таки не ночное животное. Но очертания предметов просматривались довольно четко. Тем более почти полная луна щедро сдабривала своим мягким светом поле, по которому они шли. Там, куда указала Лена, Маринка заметила движение. Кто-то неизвестный шел по полю параллельно с ними, держась, однако, на расстоянии, чтобы не попасться на глаза. Марина похолодела. Там кто-то есть, и этот кто-то следит за ними. Девчонки, как по команде взявшись за руки, бегом рванулись вперед и бежали так, пока не врезались в восстановившихся ребят. — Вы чего? — удивился Илья. — Где вас носят? Летите, как оглашенные. Заблудились, что ли? — Там, там, — задыхаясь, пыталась сказать Лена, но брат ее перебил. — Ага, отстали и испугались. Понятно. Лучше смотрите, что тут за чертовщина. Илья указал вперед, где стояли в ряд растерянные мальчишки. Девочки подошли ближе и охнули. А врага не было. Не было никакого оврага. — Может, не дошли еще? — пробормотала Марина. — Вон, видишь, уже край поля, — указал вперед Колька. А овраг был примерно посередине. Проскочить тоже не могли. Сама помнишь, что он через все поле шел. Чертовщина. — Мальчики, пошли отсюда, а? — жалобно предложила Лена. — Мне что-то тут не нравится. Она озиралась по сторонам, невольно ежась, как от холода. Да ей впрямь стало холодно. И не ей одной. Холод пробирал и Марину. И не только. Девочка заметила, что все мальчишки невольно потирают себе плечи, пытаясь согреться, но стойко делают вид, что им все нипочем, и не испытывают ни малейшего страха, в отличие от пугливых нервных девчонок. Коля бросил на Маринку на смешливый взгляд и снисходительно произнес. — Боишься? Не нужно. Нет здесь никого, сама видишь. — Да, боюсь. И что? Скажешь, самому не страшно? — Нет, — уверенно ответил мальчишка. — А чего бояться, коли нет никого? — Коль, ты либо перед нами нос задираешь, либо совсем тупой, — устало вмешалась Лена. — Только позавчера здесь был огромный овраг через все поле, а сегодня ровная земля. — Куда он исчез? Если закопали, то кто, когда и зачем? Да и возможно ли такое? Вот мне кажется, что невозможно, и ты говоришь, что бояться нечего, только совсем уж глупый может так заявлять. Лично мне тоже страшно, и я тоже хочу уйти отсюда поскорее. Мало ли что там, в темноте. — Ладно, — примирительно согласился Колька, у которого, если честно, тоже мурашки по телу бегали. — Сейчас осмотримся немного и возвращаемся. — Чего тут еще смотреть? — нервно спросила Марина. — Да погоди ты, — с досадой отмахнулся мальчишка. — Вдруг следы какие остались? — Какие еще там следы? — снова подключилась Лена, вставая на защиту подруги. — Девчонки, ну правда, вы чего? — встрял Илья. — Десять минут ничего не решат. Может, найдем хоть какой-то след? — И то верно, — поддержали его остальные пацаны. — Интересно же. Марина с Леной переглянулись и тяжко вздохнули, поняв, что задержаться все же придется. Не бежать же обратно ночью через несколько полей вдвоем. Страшно все-таки. Марина притянула руку и притянула маленького Славика поближе к себе, а мальчишки тут же кинулись шарить фонариками по земле, в надежде найти хоть какую-нибудь зацепку, позволяющую прояснить происходящее. Однако под ногами была лишь твердая земля да утоптанная трава, и никаких следов того, что здесь было что-то иное. — Братва, а ну гляньте! — раздался вдали радостный возглас Кольки. Мальчик отошел от остальных чуть подальше, светя фонарем себе под ноги и нагибаясь поближе к земле. Все кинулись на его зов. Колька стоял, держа что-то в руке. На лице его застыло торжествующее выражение. — Гляньте, чего нашел! Он раскрыл кулак и направил луч фонарика на ладонь. Столпившиеся вокруг дети увидели необычный предмет, напоминающий брелок. Предмет представлял из себя металлический ромб с короткой крепкой цепочкой. Поверхность ромба была неровной от чеканного изображения. Присмотревшись, ребята разглядели витиеватое изображение змеи, гибкое тело которой опутывало ствол тоненького деревца. По краю ромба шла виньетка в виде какого-то плетущегося растения. Сработано утонченно и изящно, вполне годилось на украшение женской шейки, только цепочка слишком короткая. — Видали? — хвастливо спросил довольный Колька, глядя на завистливые лица остальных пацанов. — Наверное, дорогая штуковина. Наверняка та тетка обронила. — С чего ты взял? — поддела его Марина. — Мало ли кто через это поле ходил, обронить мог кто угодно. — А я уверен, что та тетка, — упрямо возразил мальчишка, — о тебе просто завидно. — Фу, да было б чему, — фыркнула Марина. — Теперь-то возвращаемся. Колька сунул находку в карман рубашки и тщательно застегнул его на пуговицу, чего никогда раньше не делал. Но сейчас мальчишка так ревностно оберегал свою драгоценность, что в течение всего обратного пути то и дело похлопывал себя по карману, проверяя, не потерял ли ненароком то, что посчастливилось отыскать ему одному. Девочки снова плелись в самом конце, только на этот раз не по своей воле. Будь только их желание, они бы пристроились впереди, рядом с Колькой, только бы поскорее миновать поля и добраться до родной деревни. Их сильно тормозил маленький Славка, который к тому времени изрядно устал, вовсю зевал и тер глаза кулачками. — Скоро мы уже придем? — то и дело спрашивал он шепотом. — Скоро, уже совсем скоро, — убеждали его девочки. Славик на какое-то время умолкал, но потом снова задавал тот же вопрос. Девчонки, рискуя отстать от остальных, подхватили Славика с двух сторон за руки и потащили за собой. Так получалось чуточку быстрее, но все же троица отставала от остальной компании на десяток шагов. Не критично, но в темноте страшновато. Периодически то Лена, то Марина светили лучом фонаря вперед и немного успокаивались, увидя спины идущих впереди пацанов. — Там кто-то есть? — вдруг спросил Славик сонным голосом, повернув голову вправо. Лена вздрогнула от неожиданности и посветила фонарем в ту сторону. — Нет, малыш, показалось, — постаралась успокоить она мальчика. — Никого нет, видишь? — Угу, — согласился совсем уж клевавший носом малыш. Девочки, нервно оглядываясь по сторонам и бросая друг на дружку тревожные взгляды, старались идти как можно скорее, насколько им позволяла ситуация. Уже совсем близко край поля оставалось идти всего минут десять, когда Славик снова, словно очнувшись, сказал — Там кто-то есть. На этот раз это был не вопрос, а уверенное утверждение. Не сбавляя хода, девочки снова направили луч фонаря во тьму, на этот раз уловив едва заметное движение высокой травы. — Там кто-то был. Девочки резко потянули Славика за руки, попытавшись еще раз ускориться. Шорох травы сбоку подгонял их, заставляя почти бежать, насколько это было возможно с абузой в виде пятилетнего сонного мальчишки. — Наверное, лисица или зайчик, — улыбнулась Марина. — Они не спят, — сонно удивился мальчик. — Мы же не спим, вот и они не спят, — ответила Лена. — Я хочу спать, — зевнул на ходу Славик. — Потерпи немножко, уже скоро будем дома, — попросила Марина. На самом деле девочки были рады, что малыш совершенно не капризничал, не жаловался на неудобства, на то, что его так сильно тянут за руки, иначе туговато бы всем пришлось. — Колька с Петькой просто болваны, — ругалась Марина. — Зачем малого взяли? — Так они всегда его с собой таскают, — ответила Лена. — Днем, пожалуйста, а сейчас зачем? Да еще и вперед убежали. — Завтра огрею обоих чем-нибудь, чтоб неповадно было, — ворчала Марина. — Уложили б его спать, да и все. До деревни добрались без приключений, если не считать постоянного ощущения стороннего присутствия. Но его, похоже, испытывали лишь Лена с Мариной, да еще маленький Славка, который болтался между ними практически спя на ходу. Возможно, мальчишки тоже что-то чувствовали, но разве признаются девяти- и десятилетние пацаны в том, что им стало страшно в ночной вылазке? Да ни за что. Бояться — это удел девчонок. — В другой раз возитесь со своим братом сами, — прошипела Марина, передавая Славика Кольке. — Додумались малого с собой тянуть. — А куда его девать? — огрызнулись Коля с Петей. — Он же не отстал бы. — Я спать хочу, — буркнул Славик, зевая. — Ладно, по домам, — подвел итог Коля, открывая калитку. — Галь, да погоди ты реветь, — Алевтина Павловна говорила спокойно и рассудительно. — Может, с кем из ребят убежал? — Когда? Ночью. Я ж с пяти утра на ногах во дворе да в доме вожусь. Неужто не заметила? — Галя, а Коля раньше никогда вот так без разрешения не убегал? — спросила Наталья. — Бывало, заиграется где с ребятами, но чтоб ночью сбежать, такого не было, — снова всхлипнула Галина. Наталья налила в стакан воды и протянула подруге. Алевтина сидела, нахмурившись, о чем-то напряженно размышляя. — Ты, Галина, не паникуй, — сказала она. — Найдется твой сорванец. Вот как пить дать, затеял что-то с ребятами. Сейчас твой Михаил вернется, и все выяснится. — Ох, и всыплю я этому свиненку, — покачала головой Галина. — Вот только найдется, сразу хворостины получит. Звук отворяемой калитки прервал их разговор. К дому быстрым шагом направлялся Михаил. — Доброго дня вам! — приветствовал он соседей. — Алевтина Павловна, Наташа, можно у вас Петьку со Славкой оставить? — Присмотрите. — Конечно, — ответила Наталья. — А что? — Галь, поехали к участковому. Ни у кого Кольки нет. Все ребята дома. Никто ничего не знает. Растерянные и притихшие, Петя и Славик сидели за кухонным столом и нехотя ковыряли вилками в сырниках. Есть совершенно не хотелось. Тревога родителей передалась и детям. Тем более рыльца у них была в пуху, и чувство необъяснимой иррациональной вины червячком ковыряло мальчиков изнутри. Лена и Илья тоже выглядели поникшими, особенно Лена. Почему-то ей казалось, что Коля исчез неспроста, и его пропажа как-то напрямую связана с их ночным приключением. А вдруг он решил вернуться? После того, как он обнаружил в поле этот необычный брелок, он выглядел как помешанный. Лене даже показалось, что ему совершенно не хотелось возвращаться. — Давайте налегайте на завтрак, — приказала Алифтина. — Ничего, найдут сейчас вашего Кольку. Влетит ему, чую, да заслужил, чего уж. Петя и Славка опустили головы, уткнувшись носами в тарелки, лишь изредка напряженно переглядывались. Разговаривать не хотелось. За столом воцарилась тишина. Вдруг Славик, словно решившись, поднял голову и выпалил. — Я знаю, куда ушел Коля. Он с той тетей ушел. Я видел. Славик. 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 Славик.